Одна фотография способна рассказать о целой эпохе и осветить, как вспышка, то или иное событие или явление. Особенно интересно взглянуть на то, что уже кануло в небытие или кардинально поменялось. Флэшбэк — это проект «Маячок», ведущий нас к пониманию прошлого. 1868 год. Дмитрий Менделеев представляет Российскому химическому обществу первую версию периодической таблицы. США официально провозглашают окончание войны Севера и Юга. А Эмир Бухарский признает себя вассалом России. Приблизительно в это же время был сделан данный снимок. На первый взгляд он довольно непримечательный. Более того, он ценен не тем, что на нем изображено, а тем, чего на нем нет. А не хватает на этой фотографии Константина Петровича фон Кауфмана, владельца центральной юрты, обнесенной невысоким забором. Константин фон Кауфман был выдающимся русским военным деятелем. За год до того, как был сделан этот снимок, он был назначен генерал-губернатором Туркестана и командующим войсками Туркестанского военного округа. За годы его службы, в первую очередь его же усилиями, к Российской империи было присоединено Коканское ханство, а над Хивинским ханством и Бухарским эмиратом был установлен российский протекторат. Однако современные историки, этнографы и культурологи благодарны ему отнюдь не за это, а за появление на свет туркестанского альбома, многотомного сборника, включающего в себя свыше 1200 уникальных снимков Средней Азии. Сбор материалов для туркестанского альбома более двух лет осуществлялся в военно-топографическом отделе Ташкента, а издали его уже в Санкт-Петербурге в 1872 году. Он включал в себя четыре части – археологическую, этнографическую, историческую и промысловую, посвященную ремеслам народов Средней Азии. По сути, это самая ранняя визуальная панорама данного региона, наглядно повествующая о людях, общественной жизни, архитектуре и политике того времени. Снимок ставки Константина фон Кауфмана, конечно же, не вошел в туркестанский альбом. Он был сделан на память и хранился в личном архиве генерал-губернатора. Да и никакой художественной ценности, по сути, не представлял. Тем не менее, эта фотография уникальна. Она – единственное визуальное напоминание о пребывании фон Кауфмана в казахской степи. К тому же, вполне возможно, что «Коротая вечера» именно под шамыраком этой юрты Константин Петрович и надумал отдать распоряжение о создании туркестанского альбома, чем в том числе и вписал свое имя в историю. Константин Петрович